Сначала небольшая экскурсия. Самарский театр оперы и балета принимает гостей, для которых культура и искусство не просто слова, а ежедневный труд. К участию в стратегической сессии по подготовке заседания Госсовета по культуре приглашены представители профильных министерств из Татарстана, Алтайского края, Республики Башкортостан, Рязанской, Нижегородской, Калининградской и других областей страны. Федеральный Минкульт на видеосвязи. Участники сессии обсуждают самые проблемные точки отрасли, в том числе и вопросы, которые выходят за пределы национального проекта «Культура». Это и строительство новых зданий для школ искусств, подготовка и привлечение молодых специалистов, оснащение учреждений транспортом, сценическим и концертным оборудованием. Это и развитие провинциальных музеев в ногу со временем. На мой взгляд, сегодня в национальном проекте, я об этом говорила на рабочей группе, не хватает как раз внимания к музеям, потому что сегодня, например, муниципальные музеи, не региональные, а муниципальные, они имеют совсем-совсем скромное финансирование. Мы вышли с такой инициативой, чтобы мы могли с федералами какую-то вести программу по оборудованию музеев. Культура – сфера специфическая, живущая по своим законам, и арифметика здесь другая, говорят участники сессии, и эффект отложен во времени. Иногда бывает непросто найти взаимопонимание с другими отраслями, например, образованием или экономикой. Бывают моменты, когда на сцене больше людей, чем в зале, когда невозможно проданным билетами окупить действия, которые на сцене и так далее. Потому что, например, каждого из участников кардебалета растили 15 лет и вкладывали какой-то невероятный ресурс, чтобы он вышел просто даже в Лебединое озеро и у воды. Но мы понимаем, что Лебединое озеро должно существовать, пока существует страна. И люди должны иметь возможность это видеть и не оплачивать из своего кармана. Проведение такой дискуссионной площадки именно в Самаре не случайно. Глава региона Дмитрий Азаров возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению культура. По инициативе губернатора на обсуждение участников сессии вынесли вопрос о культурно-досуговом использовании городских общественных пространств – парков, набережных, аллей. Тема, которая находится на стыке сферы культуры, благоустройства, градостроительства. Как сделать так, чтобы при формировании общественных пространств мы заранее закладывали возможности их использования и как досуговых, и как по культурных именно площадок. Ну, а затем, когда они уже созданы, естественно, как их наполнить этой жизнью. Много достаточно опыта в этом плане у Москвы, у Казани. У нас есть и чему поучиться. Ну и мы сами уже накопили какой-то опыт, тоже могли бы этим поделиться. В Самаре таким удачным опытом является фестиваль «Волгофест» на набережной. Предложения, выработанные на этой стратегической сессии, войдут в программу Госсовета по культуре в конце 2019 года. От регионов ждут понимания, какие проблемы сферы требуют вмешательства на федеральном уровне в первую очередь. Алена Власова, Алексей Гриднев, Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...